Встречайте, на этой сцене SEO-компании Global Intellect Service Вячеслав Ушенин! Как всегда, я справился! Добрый день, здравствуйте! Здравствуйте! Еще раз, наконец-то меня выпустили. Обычно я привык в начале выступать. Сейчас уже второй год, у нас поменялся немножко формат, и когда меня сдвигают уже вниз в самое коне, как вишенка на торте. Я на десерт. Костя, спасибо. Костя наш бессменный ведущий. Мы сейчас за кулисами вспоминали, что Костя был на открытии компании в 2014 году. Да, на открытии компании в 2014 году. Пройдет 30 лет и... Костя будет, представляете? Нам сегодня 40 лет. Окей. Так, давайте начнем. Значит, у меня, я обычно, моя задача в моих выступлениях на итогах, скажем так, подытожить, ну, скажем так, подвести итог, да, всего дня. И мое выступление будет состоять из двух частей. В первой части мы поговорим о продукте, то есть первое наше весло, которое мы гребем. И вторая часть будет про партнерскую программу. Значит, и давайте про продукт. Значит, что у нас было сегодня? Я хочу еще раз проговорить про UDS 5.0. Еще раз, каждые два года мы делаем новую генерацию, новое поколение нашего продукта. И мы очень долго думали, размышляли о пятой генерации, что это будет. И мы, как сегодня Сергей сказал, действительно пришли к выводу, что создавать новые фичи, добавлять новые фичи уже, ну, нет той эффективности. То есть мы даже уже не знаем, что можно было добавить для того, чтобы привлечь больше клиентов. И мы понимаем, что следующий этап нашего развития, это сделать так, чтобы мы были полноценным сервисом. Поэтому UDS 5.0 – это маркетинг как сервис. То есть наша основная задача в вот эти ближайшие два года, еще раз, это направление нашей мысли, это стратегии на ближайшие два года, куда мы будем думать, куда мы будем стремиться вот эти два года. Это делать так, чтобы продукт стал полноценным сервисом. То есть стараться к тому, идти к тому, чтобы у предпринимателя все меньше и меньше времени отнимало бы настройка продукта. И, я не знаю, так нельзя, конечно, говорить «кнопка бабло», да? Но, тем не менее, и это утопичная история, но мы будем стараться стремиться к этому, чтобы все меньше и меньше предприниматель затрачивал времени на то, чтобы продукт у него работал. В идеале это когда ты берешь продукт, ты его разворачиваешь, и он у тебя сам начинает работать даже лучше. То есть ты в него не вникаешь, он сам продолжает работать и приносит тебе результат. И UDS 5.0, он у нас, скажем так, базируется на трех китах. То есть три направления, в которые мы будем эти два года развиваться. Первое – это автоматизация, все, что связано с автоматизацией. То есть Сергей тоже об этом сегодня говорил, что наша задача, у нас очень много сейчас всяких инструментов на платформе, то есть digital solutions, очень много инструментов цифровых. И первый момент – это автоматизация. Это автоматизация, чтобы они между собой все взаимодействовали, чтобы они все работали. То есть сделать так, чтобы все эти разрозненные вещи, они работали как один единый организм. Автоматизация не только этих продуктов, инструментов, но и автоматизация внутри компании. Очень много у нас внутри продукта инфраструктурно нужно автоматизировать. Первый момент – это автоматизация. Это то, что мы будем эти два года решать, то есть куда мы будем делать акцент. Второе – это сопровождение продукта. все, что связано с сопровождением, то есть мы тоже будем туда фокусировать наше внимание, делать так, чтобы сопровождение было лучше, чтобы оно было эффективнее и так далее. И третий момент – это рекламные сервисы. Это то, что мы тоже будем активно развивать эти два года. Мы увидели, что действительно реклама на платформе дает очень хорошие результаты. Это первое. Второе, на этом можно зарабатывать очень хорошие деньги. Мы увидели сегодня топ-3, три очаровательные девушки, которые активно занимаются продвижением рекламы и зарабатывают очень хорошие деньги. Еще раз напомню, ваше личное вознаграждение с продажи рекламы почти 40%, 39%. То есть если у вас клиент покупает рекламу на 100 тысяч рублей, все понимаете, 39 тысяч рублей – это ваши в моменте, здесь, сейчас. И многие клиенты, они просто покупают, покупают, то есть они становятся как на подписку. И обратите на это внимание, это тоже очень хороший источник дохода. И Стас сегодня говорил о том, что у нас, мы все думали о том, что у нас мало рекламных площадей. Вот эта система компонента, она позволяет рекламу делать более эффективной и еще больше рекламных площадей. То есть больше возможностей для нас с вами, для партнеров компании. Значит, это то, куда мы будем фокусироваться. Еще раз, маркетинг как сервис. И в реализации этой стратегии тоже в департаменте по развитию продукта задумали такой форум YouCamp. Еще раз, Айрат сегодня о нем говорил, я еще раз повторюсь. 11-12 апреля в Сочи мы хотим провести мероприятие. У него есть две задачи. Задача номер один. У нас очень много клиентов, предпринимателей на платформе. И наша истинная, искренняя заинтересованность в том, чтобы клиент был успешный. То есть мы переживаем за то, чтобы клиент был успешен, чтобы он зарабатывал много денег. Почему? Потому что если клиент успешный, он зарабатывает деньги, значит он будет оставаться на платформе, значит он будет оплачивать абонентскую плату, значит он будет больше использовать рекламных сервисов и так далее. То есть наша задача это делать успешного клиента. И мы это делаем путем предоставления софта, но еще мы можем это делать путем того, что мы образовываем нашего клиента. То есть мы его учим чему-то. И вот YouCamp это новый формат мероприятий, который мы хотим запустить, на который мы приглашаем сторонних спикеров, не своих, а сторонних спикеров, таких топ-спикеров в области маркетинга, которые приезжают и обучают на этой площадке наших клиентов. Идея понятна, да? Это первая задача. То есть мы берем с рынка много различных топ-спикеров по маркетингу и обучаем, то есть приглашаем их, и они обучают наших предпринимателей, чтобы они становились все более эффективными. Вторая задача. Мы хотим, это в реализации уже нашей такой полярной звезды, мы хотим сделать так, чтобы, ну, если нас спрашивают, какая у вас прям цель, вот эта вот полярная звезда, к которой вы идете. Наша задача сделать так, чтобы UDS это было, опять сегодня говорил Сергей, уже must-have. То есть, знаете, чтобы была ассоциация, что UDS это маркетинг, чтобы у каждого предпринимателя, который делает бизнес, у него, когда у него спрашиваешь про маркетинг, у него сразу же выходила ассоциация UDS. То есть вот, чтобы, например, если предприниматель думает о системе учета, то, скорее всего, это 1С. Здесь понятно, ассоциация сразу же, да, система учета 1С. Если какой-то ресторатор задумается о системе учета, то это тоже ассоциация, там, AirKeeper, ICO. И мы хотим сделать так, чтобы любой абсолютно предприниматель, на рынке, на котором мы работаем, при слове маркетинг, сразу у него уже выходила ассоциация UDS. То есть UDS должен быть и будет вообще абсолютно в любом бизнесе, в котором он действительно несет пользу. И вот это наша звезда, и вот полярная звезда. И вот в реализации этой цели как раз-таки вот этот Ucamp, потому что мы хотим выйти на рынок маркетинга, мы хотим пошуметь, и мы хотим быть как флагманы, как лидеры, которые задают тон, моду, и через вот эти большие формы тоже о себе заявлять. Через некоторое время, возможно, что этот формат будет самой крупнейшей такой маркетинговой тусовкой в России, в СНГ, именно Ucamp, именно те события, которые делает наша компания. Вот такая вот задача. И мы решили сделать оффер специально для всех наших партнеров и их гостей, для тех, кто приехали на это мероприятие. Еще раз зайдите на сайт, там есть спеццены. То есть они будут действовать только до 16 февраля. 16 февраля на сайте уйдет оффер и останутся обычные цены. Поэтому если вы уже точно для себя определили, что неплохо было бы в апреле съездить в Сочи, а там уже тепло, в Сочи в апреле уже очень хорошо. Вот. Значит, и кто-то умудряется купаться. Хотя еще не закончится лыжный сезон. То есть есть люди, которые утром ездят на лыжах, а вечером спускаются и купаются в море. Вот. Поэтому если у вас есть уже желание съездить, у вас есть классная возможность воспользоваться этим оффером. Там, по-моему, 20% скидка. Еще раз, можно зайти и этим оффером воспользоваться. Окей, идем дальше. Партнерская программа. Сейчас начинается тоже интересная, сейчас будет информация. Сейчас нужно повнимательнее, потому что я буду говорить о стратегии на 2023 год, что касаемо партнерской программы. Значит, у нас в рамках 2023 года, в рамках партнерской программы, есть две стратегии. Первая стратегия – это расширение партнерского сообщества. Значит, помните, да? Что это значит? Два партнера в месяц. Значит, мы, опять же, не секрет, мы в прошлом году ставили себе цель, помните, да? То, что в пять раз увеличится. За этот год пригласить в пять раз больше партнеров, чтобы наше партнерское сообщество выросло в пять раз. Очень амбициозная цель. Опять, не для кого секрет, у нас это не получилось сделать в этом году. И, не знаю, там разные причины. Может быть, где-то, может быть, какие-то внешние факторы, да? Год такой непростой получился. Где-то, может быть, внутренние факторы. Где-то мы там что-то где-то недоработали, тем не менее. Но ничего страшного. Самое главное, что мы продолжаем работать в реализации этой стратегии. И еще знаете, что интересно? Мы сделали, ну, подвели итог 22-го года. И оказалось, что в 22-м году у нас произошел прирост партнерской программы, несмотря на, как бы, непростые условия 22-го года. То есть, по сравнению с 21-м годом, у нас в 22-м году присоединилось больше партнеров. То есть, чем в 21-м. Потому что в 21-м такой послепандемийный, вроде бы там рассвет, все хорошо. Плюс-минус. Тем не менее, в 22-м году партнеров стало больше, чем в 21-м. То есть, это не стратегия была в 22-м году, как для многих выживание, а это стратегия была роста. И вот, не знаю, там говорят, цельтесь по звездам, попадете в Луну. Как минимум. То есть, если по звездам метишься, как минимум в Луну пойдешь. То же самое. То есть, тем не менее, мы выросли в 22-м году по сравнению с 21-м. Мы в этой стратегии, то есть, эту стратегию для себя берем. И здесь есть конкретный навык, то есть, конкретная задача, на которой мы будем работать. То есть, мы хотим, чтобы в нашем сообществе выработался навык у каждого партнера. Это в месяц в первую линию приглашает два новых партнера. Это нормальный, спокойный ритм. Это хороший ритм такой работы. И вот этот навык, если мы все это с вами будем делать, в ваших командах это люди будут делать, то все, в принципе, будет хорошо. На самом деле, это просто навык, который нужно приобрести. И нужно какое-то, наверное, время. И вот мы будем, здесь понятно, и работа лидерского состава компании, и от компании мы будем работать в реализации, то есть, в нарабатывании этого навыка. То есть, еще раз, это и с точки зрения лидерской работы, то есть, это мероприятие, система обучения, где-то там перестройка, а также стороны компании. И вот мы сегодня будем с вами еще говорить про новый бонус, который у нас придет взамен бонуса быстрого старта. Он тоже инфраструктурно, даже системообразующе поддерживает эту историю. То есть, те люди, которые активно работают на первую линию каждый месяц, два новых партнера, они будут получать вознаграждение по этому бонусу. Об этом немножко дальше. Вторая стратегия 2023 года, вообще, на самом деле, такая стратегия, переход, трансформация нашего маркетинг-плана. То есть, мы трансформируем маркетинг-план в сторону лидерского маркетинг-плана. Вообще, принято в нашей индустрии, говорит, что есть два типа маркетинг-плана. Есть дистрибьюторский маркетинг-план и есть лидерский маркетинг-план. Чем они отличаются? Есть пул вознаграждений, который мы выплачиваем в партнерскую программу. Вот этот пул вознаграждений. И в нем есть часть вознаграждения, это, скажем так, личное вознаграждение, то есть тогда, когда человек получает лично за свою работу, и часть денег есть, называемое кураторское вознаграждение, то есть тогда, когда компания платит куратору за то, что в его команде, в его отделе продаж что-то происходит. Понимаете? Лидерский маркетинг, то есть пул вознаграждений, то есть все средства, которые компания отправляет в партнерскую программу. Выплаты все, вот это все, пул берем, его можно разделить на две части. Есть личные вознаграждения, есть кураторские. Долгое время у нас был дистрибьюторский маркетинг-план, то есть это тогда, когда очень много идет личного вознаграждения. То есть в этом пуле большую часть занимает личные вознаграждения, остальную часть занимает кураторские вознаграждения. И вот мы постепенно начинаем трансформировать маркетинг-план в сторону того, что кураторских вознаграждений становится больше. От этого называется лидерский маркетинг-план. То есть тогда, когда ты как лидер себя проявляешь, у тебя есть уже отдел продаж, команда, ты начинаешь зарабатывать больше денег. Это абсолютно нормальная, своевременная история для всех компаний, которые долгое время находятся на рынке. Для таких компаний, как мы. Мы долгое время находимся на рынке. Мы уже будем 9 лет отмечать в этом году. В следующем году будет десятилетие, представьте. У нас будет юбилей в следующем году. Но юбилей будет, получается, я думаю, что в юбилейный год, когда мы будем 10 лет отмечать, у нас уже будет более 50 миллионов скачиваний, может быть 60 миллионов скачиваний, может быть больше, может быть 100. Да, просто представьте себе, чуть-чуть осталось. То есть вот это время, если посмотреть историю всех компаний, которые используют по-разному партнерские программы, это нормальная история, когда компания выходит на рынок и ее задача делать дистрибьюторский маркетинг для того, чтобы люди приходили, чтобы люди зарабатывали в моменте, то постепенно потом, когда уже формируется команда, когда уже формируется лидерский состав, постепенно идет трансформация в лидерский маркетинг-план. Это нормальная история. Более того, я думаю, что мы даже затянули с этим. И, скажем так, уже органически все шло к тому, что на разговорах, на всяких сигналах с партнерской программой, что это время уже начинать трансформировать эту историю. Ну, например, как это будет работать? Сейчас на примере вы поймете. Например, у нас есть условия продажи из корзины компании. Есть, да? Помните? Можете мне их озвучить, условия? Если мы продаем тариф про из корзины компании, сколько мы получаем? 300 условных единиц — это личное вознаграждение. И 100 условных единиц, они идут к куратору. Итого пул вознаграждения сколько? 400 условных единиц. Вот это пул 400 условных единиц, который компания с реализацией этого тарифа отдает в партнерскую программу. И было раньше 300 и 100. Так ведь? Да. Вот сейчас у нас с 1 марта, я скажу, наверное, с 1 марта, то есть к концу месяца мы в 20-х числах февраля, ребята, обещали уже выкатить релиз. У нас будут обновленные условия продажи из корзины. Смотрите, какие будут условия. Личное вознаграждение будет 200 условных единиц. Куратор получит 80 условных единиц. И потом еще на 6 уровней вверх полетит по 20 условных единиц. Понятно, да? То есть получается, смотрите, раньше пул было 300 и 100, сейчас 200 и 200. То есть 200 личное и 200 кураторское. Понимаете? Да. То есть понимаете, вот этот процесс трансформации, он постепенно пошел. Что это позволит? То есть это позволит напитать сеть дополнительно деньгами. То есть это дополнительные выплаты кураторам. Это говорит о том, что если вы работаете активно на построении команды, а мы в принципе все этим здесь и занимаемся, вы просто получаете, начинаете получать, зарабатывать больше денег. То есть причем вот здесь пропорция у нас работает 50, 20, 30. То есть 50 – личное вознаграждение, куратор – 20% и 6 уровней наверх – это 30%. Причем еще очень важный момент, который чуть не забыл. Это все с компрессией. То есть если раньше корзина была без компрессии, то есть как это работало? Например, произошла реализация из корзины, система выплачивает 300 непосредственно человеку, который сделал продажу, и 100 идет, система идет к его куратору, смотрит по классическому дереву, идет к куратору и должна ему выплатить. Если куратор не активен, значит никому еще не выплачивается. Понятно, да? Теперь мы включаем компрессию. То есть человек, то есть произошла реализация из корзины, человек получил, система берет вот эти 400 условных единиц, пул, и побежала всем выплачивать. Прибегает к человеку, отдала ему 200 условных единиц, потом идет выше к его куратору, поднимается выше по классическому дереву, и если там неактивный куратор, куратор неактивен по разным причинам, она идет выше, к тебе, да, к Аюшееву. Все дороги ведут к Аюшееву. Это говорит о том, что нужно всегда оплачивать абонентскую плату, потому что если вы не оплачиваете, все это мимо вас пробежит. И когда вы оплачиваете, есть вероятность того, что до вас добежит, понимаете? То есть если вы оплачиваете, а кто-то другой не оплачивает, значит до вас точно добежит то, что должно добежать. Поэтому теперь нужно об этом позаботиться. Лучше всего годовая, и у вас никаких нет проблем. То есть система бежит, она воплачивает в начале 80. Она добежала, увидела, что вот есть второй, третий, неважно, активный куратор. Она дала ему 80 условных единиц. И дальше то же самое с 6 поколений наверх. То есть она будет раздавать только активным и будет бежать до следующего активного. Понятно, да? Понятная история? Классно? Круто? Круто. Идем дальше. Вам нравится эта штука? Да. Вы, может быть, пока, может быть, не понимаете, я вам так скажу. Вы это почувствуете на своих чеках. Вы в ближайшее время почувствуете это на своих чеках. Следующий, новый бонус. Давайте посмотрим. Новый бонус, который у нас идет взамен бонуса быстрого старта. Значит, он называется бонус масштабирования. Еще была идея бонус за плодовитость. Но пусть бонус, бонус мать героиня. Значит, бонус за масштабирование. Он отвечает двум стратегиям. Первая – это отработка, наработка навыка. Две регистрации в месяц. Это первая стратегия. Вторая – это трансформация в лидерский маркетинг. То есть выплачивать максимально в глубину в партнерскую программу. Новый бонус. Начнем с того, что нет ограничений по количеству, сколько вы его можете получить. Бонус быстрого старта – сколько можно было раз получить? Один раз в жизни. Здесь неважно. Вы можете получать, получать, получать неограниченное количество раз. То есть нету вот этого ограничения один раз в жизни. Это первое. Мы этот бонус запускаем. Это тестовая история для нас, потому что мы гипотезу проверяем. Он будет работать в первом спринте. То есть первый спринт. Мы думаем, что без изменений каких-то значительных он будет работать в первом спринте. Потом мы соберемся и поймем, что если все классно, то мы его оставляем. Если что-то доработать надо, дорабатываем и так далее. Значит, первый спринт работаем точно. Значит, если все окей, мы продолжаем. Если вам нравится, если вам все классно, нам все нравится, мы его продолжаем, оставляем. Значит, идем дальше. Календарный период действия, календарный месяц. То есть он работает с первого числа по последнее число месяца. Это говорит о том, что он уже работает с первого февраля. То есть все результаты, которые у вас есть с первого февраля, они уже учитываются. Значит, теперь условие. Какое условие? Это два новых партнера. Два новых партнера в этом месяце. То есть это говорит о том, что с первого февраля по 28 февраля, 28, да, значит, в этом месяце, мы будем смотреть выполнение вот этих условий. Значит, вчера мы на совещании уже говорили об этом. У нас обнаружились партнеры, которые уже выполнили условия. То есть партнеры, которые уже это сделали, они получат уже этот бонус. Значит, выплата по этому бонусу будет проходить до пятого числа следующего месяца. То есть мы сейчас в феврале с вами работаем, и с первого по пятого марта вы эти бонусы получите. Эти бонусы будут выплачиваться. Значит, затем, как будут выплачиваться эти бонусы? Мы будем вознаграждать по наименьшему пакету, ну, по принципу бонуса быстрого старта, помните, да? Если, значит, мы берем наименьший пакет и по наименьшему пакету выплачиваем. Например, кейс-1. Например, вы поработали месяц, февраль, и у вас за это время один, например, партнер на пакете бизнес и один партнер на пакете VIP. То есть вы выполнили условия, два новых партнера в этом месяце. Значит, мы смотрим по наименьшему пакету. Здесь понятная история, да? Понятно все, объяснять не надо. Значит, причем был вчера вопрос, как мы это будем. То есть мы будем смотреть состояние партнера на конец месяца. То есть неважно, эти партнеры, они могут у вас, например, вначале прийти на старт-бизнес, потом один из них апгрейдился на бизнес, потом другой апгрейдился на бизнес, потом на премиум, потом VIP. Не имеет значения, как партнер шел. К концу месяца мы делаем срез и смотрим его состояние. И в конце месяца, если мы видим, что там один бизнес, один VIP, значит, выплата будет по пакету бизнес. Кейс номер два. Представьте, у вас два бизнеса, один премиум и один VIP. Значит, здесь, на что важно обратить внимание, бонус будет только один раз. То есть не за каждые два. То есть бонус можно за месяц получить только один раз. Неважно, сколько у вас партнеров, 4, 6, 8, не имеет значения. То есть одна только выплата. И в данном случае, понятна логика, да? Бизнес, премиум, VIP, говорит о том, что выплата по премиум. Ну и третий кейс для закрепления. Например, у вас есть два старт-бизнеса, один премиум и два VIP, выплата по VIP, да? Мы берем два пакета, которые самые высокие, и по-наименьшему идет выплата. Теперь, сколько денег и как они будут распределяться? Они будут работать по тому же принципу 50, 20, 30. То есть мы берем пул весь, которым компания готова выплатить за этот бонус, и он распределяется опять же 50, 20 и 30. Значит, личное вознаграждение. Если это будет выплата по старт-бизнесу, если у вас, например, два старт-бизнеса или по наименьшему пакету старт-бизнес, то личное вознаграждение 50 условных единиц, куратор 20, и 6 уровней вверх летит по 5 условных единиц. Смотрите, это говорит о том, что с 1 по 5 марта будет прилетать очень много денег. Есть у вас структура, она хорошо работает. Смотрите, вы даже заинтересованы в том, чтобы активно поработать с большой веткой, с длинной командой. У вас регион, команда длинная. Вы туда поехали, и вы можете поработать там активно, потому что туда, в этот регион, потом придут бонусы, и до вас будут долетать большое количество бонусов. Понимаете? То есть с 1 по 5 марта будет лететь очень много по структуре вознаграждений, и они будут различные. То есть это может быть личное ваше, это может быть вы как куратор в первой линии, либо это один из кураторов в этой кураторской цепочке. Пакет бизнес. Если это выплата по бизнесу, то 100 условных единиц – это личное вознаграждение, куратор – 40, и 6 уровней по 10. Премиум – 250, 125, и VIP – 500 условных единиц, личное, куратор – 200, и по 50 летит вверх вознаграждение. И для нас есть полярная звезда, значит, тоже есть партнерская программа. Смотрите. Вот когда я занимался сам партнерской программой, именно как партнер, как дистрибьютор, у меня была, ну скажем, одна из важных ценностей, одна из самых главных ценностей этого бизнеса, партнерских программ, знаете, была в чем? Она была не столько в количестве денег, которые можно зарабатывать здесь, а именно в способе получения денег. Понимаете, о чем я говорю? То есть важен сам, ну, по крайней мере для меня, был важен сам способ получения денег. То есть можно, например, зарабатывать миллион рублей в месяц, это очень хорошие деньги, но можно там зарабатывать этот миллион 24 часа в сутки, работая 7 дней в неделю, не видя там ни семьи, и просто, ну, просто себя выжигать. Можно так. Есть люди, которые зарабатывают такие деньги, например, уделяя работе там 2-3 часа в день в удовольствие. То есть деньги те же самые, но способ получения денег разный. И вот получается, что вопрос для меня в свое время, когда я занимался, начал заниматься этим бизнесом, я четко для себя определил, что способ получения денег для меня действительно важнее, потому что у меня есть возможность создавать инструменты, которые будут работать уже без меня. То есть все меньше и меньше времени уделять деятельности, и деньги приходят. Вот именно способ получения денег. Потому что когда высвобождается самый ценный ресурс, вот это время, вы можете его потратить на то, чтобы создавать новые источники, для того, чтобы заниматься семьей, заниматься творчеством, спасать, значит, чистить океан мировой и так далее. Что хотим. Поэтому вот это самая главная ценность. Я вижу, как полярная звезда, компания Global Intellect Service, это сообщество, партнеры ГИС, это сообщество людей, которые создают источники дохода. И способ получения дохода такой, что мы все меньше и меньше работаем. Потому что высвобождаем все больше и больше времени для жизни. То есть не работать постоянно, а вот именно жить. И когда у тебя есть вот эти способы получения денег, когда они приходят на автомате, у тебя высвождают очень много времени. И получается, что это и в... Смотрите, вот эта история, она и в UDS 5.0, мы об этом говорим. То есть мы хотим сделать сервис и высвободить время предпринимателя. И в партнерской программе, когда ты работаешь и создаешь источники, вот эти доходы, у тебя тоже высвождаешь время. Ты закрываешь базовые потребности, не обращаешь внимания, уже не отвлекаешься на то, чтобы обеспечивать себя, семью, и можешь заниматься уже тем, что тебе действительно интересно. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Мы слушаем громкие аплодисменты и овации зала. Как они обсуждают уже эти новости...